здравствуйте дорогие друзья с вами снова антон мартынов мы продолжаем наш набор классов приема фотографии и сегодня мы поговорим про ночную съемку то есть поговорим про такой довольно важный вид фотографии который делается как правило в условиях слабого освещения но прежде чем мы начнем это обсуждать прежде чем мы начнем про это говорить я всегда говорю что у нас есть такая красная кнопочка ее можно нажать эту красную кнопочку и эта красная кнопочка позволяет вам задать вопрос и если что-то вам было непонятно не ясно если чего-то не хватило вам в объяснениях если вы нашли какую-то ошибку то нажимаете на эту кнопку попадаете в дискуссии там сможете задать свой вопрос пообщаться друг с другом и так далее там подобно то есть у нас такая довольно традиционное вступление такое до который я всегда говорю во всех классах поехали дальше что важно при съемке с недостатком освещения как я уже говорил да правильнее конечно называть это съемка с недостатком освещения потому что далеко не всегда ночь то есть на самом деле это может быть и вечер и странно было бы выделять отдельно вечерние отдельно ночную съемку это может быть съемка в закрытых помещениях где темно то есть вариантов очень много где это может и как происходить главное нужно понять что вот суть этой съемки на самом деле эта фотография когда мало света вот ну и давайте посмотрим что здесь важно ну конечно есть важные такие моменты которые связаны там с оборудованием да и один такой важный момент который сейчас нельзя не упомянуть дело в том что на территорию съемок с недостатком освещения очень неплохо зашли современные смартфоны которые имеют так называемый режим ночной съемки посмотрите сейчас у многих таких есть смартфонов режим и он позволяет вам получать довольно качественные фотографии с очень высоким качеством с рук до ними не штатива никаких дополнительных устройств которые получить бы обычным фотоаппаратом было бы довольно проблематично но это вот например в 2020 году был такой даже проведен конкурс на лучший кадр снятый в ночном режиме и победил кадр нашего соотечественника константин челобау вот он сделал такой кадр в котором вот ночная фотография уазика где-то зимой и если посмотреть то действительно очень много хороших фотографий снятых при недостатке освещения с очень высоким качеством если приглядеться то качество действительно поражает воображение это все снят смартфон этот момент нужно тоже учитывать то что есть вещи которые проще реализованы и легче и проще и быстрее в смартфонах поэтому на тему имеет смысл задуматься то есть если вы часто снимаете ночью и вам нравится ночная съемка то имеет смысл задуматься о покупке современного хорошего смартфона но мы поговорим все-таки про что в общем влияет у нас на полу возможность получать качественные снимки при недостатке освещения первое это конечно светосила объектива то есть первое что будет важно это иметь какую-то светосильную оптику который позволяет вам получить яркое изображение даже в условиях слабого освещения второе это возможность камер или фотоаппаратов снимать на высоких значениях и со это сейчас тоже постепенно тема развивается и современные фотоаппараты имеет довольно высокие значения рабочих и суммы сейчас проект поговорим третье как всякое разное дополнительное оборудование то есть первую очередь что приходит на ум это штативы это всякие разные системы стабилизации который позволяет снимать срок лучше с большим качеством ну и дополнительный свет тоже приходит в голову конечно когда мы говорим про недостаток света ну может быть что то еще тоже придет в голову но пока вот так вот и финально разумеется это настройки техник которые позволяют нам получать качественное изображение про который мы тоже поговорим ну давайте поедем начнем с первого на светосила объектива если посмотреть на современные объективы то можно увидеть что тут есть довольно много всяких разных букв написано это называется маркировка и в этой маркировке зашифрованы основные характеристики объектива и тут есть например там производитель canon да там есть bayonet то есть каким способом соединяется у вас этот объектив с фотоаппаратом есть фокусное расстояние 50 миллиметров на нас волнует вот эта циферка это величина максимального открытия диафрагмы то есть вот такой вид она хитрой дроби записано и вот чем этот знаменатель будет меньше тем сильнее открывается у нас диафрагма не пишут у нас на объективах насколько сильно закрывается диафрагма то есть насколько может быть маленькое отверстие проект не пишут потому что это неинтересно ну в том плане что сделать маленькое отверстие вообще несложно никакая не проблема вот сделать большое отверстие дает означает то что нужно сделать и сам объектив довольно крупным если большое отверстие много оптических элементов которые тоже должны быть крупные ну и все это будет тяжелой дорогой мы сейчас тоже это упомянем вот значение максимального открытия диафрагма на записывается по-разному иногда записывается вот так вот один делить на какую-то циферку иногда просто записывается знаменатель сразу как в правом варианте дома 1 и 5 да этот как раз вот записан прям сразу диафрагмы число иногда пишется маленькая букву f и слышь какое-то число иногда пишется большая буква f и дальше идет какое число без всякой дроби без всякого слышь это все на самом деле разные варианты записи одного и того же нас интересует вот эта цифра которая в знаменателе или цифра отдельно стоящие по-разному его можно рассматривать но на эту тему нас есть отдельный класс который называется выбор объектива и там это подробно рассказывается что это за цифры зачем они нужны какую они роль играет в работе объектива нас волнует даже что чем меньше будет эта цифра к тем более светосильный объектив а чем больше будет эта цифра к тем менее светосильный объектив вот объективу которых сильно открывается диафрагма называется светосильными прям такое название светосильный объектив ну вот как здесь объектив 50 мм у него фокусное расстояние, и диафрагма максимальная, которая открывается, 1,1. Это довольно светосильный объектив. Большая светосила позволяет лучше снимать нам в условиях слабого освещения. Это как человеческий зрачок, он максимально расширяется у нас в темноте. То же самое у нас происходит с объективом, максимально открывается диафрагма, можно снимать при слабом освещении, делать хорошие качественные кадры. Есть некая условная градация, что считать светосильными, что считать сверхсветосильными, что считать нормальными, градация очень условная, потому что она постепенно меняется. Но в силу того, что техника совершенствуется. И в сегодняшний момент считается, что объективы, у которых диафрагма максимальное открытие где-то 2,8, это типа нормально уже считается, не считается уже светосильными. Раньше считалось светосильными, а сейчас считается нормально, это хорошо. А если у объектива 2,8, 3,5, ну это уже темновато, 5,6 это уже считается темным объективом. А вот 2,8 это нормально. Если светосила 1.4 у объектива, то считается, что это светосильный объектив. А если диафрагма может открываться сильнее, то циферка будет меньше 1.2, 1.0 или 1.1, как был на предыдущем примере. Или даже 0.95 есть такие объективы в продаже. А это считается сверхсветосильным объективом. Опять же, деление очень условное, потому что техника совершенствуется. Если раньше объектив 1.4 это было невероятное что-то, великолепное стекло, то сейчас это вполне обычный объектив. Для фикса объективов это является скорее нормой, чем исключением. Даже 1.2 стало уже ставиться в какой-то степени нормой. Но нужно помнить, что максимальное светосило, максимальное открытие диафрагмы, очень сильно влияет на параметры объектива, такие как размеры, вес и цену. К сожалению, влияет не лучшим образом. Чем больше светосила, тем дороже объектив, крупнее и тяжелее. Причем цена растет по экспоненте. Если вы посмотрите, вы можете увидеть, как у всех этих четырех объективов представлены на картинке одинаковые фокусные расстояния. У них немножко разные конструктивные особенности. Какой-то более крутой, какой-то менее крутой. Но мы видим, что наибольшая заметная разница в цене именно из-за светосилы происходит. Это неизбежно, потому что светосильные объективы, они просто тяжелые в изготовлении, дорогие. И там используется много материалов, которые очень-очень дорогие. В производстве это оптическое стекло, там его правильная полировка, подгонка, ну и так далее, покрытие. Все это очень сложно. Но мы не об этом сейчас, а про то, что хорошо бы иметь светосильные объективы.